Всем привет! Я Наташа Мишу, и мы снова в культурном центре «Белые облака». И это проект «Беседка. Отборная живая музыка нашего андеграунда и не только». И сегодня у нас будет по-настоящему андеграундная группа, потому что если вы попытаетесь найти о них хоть что-нибудь в интернете, вам вряд ли это удастся. Но они очень крутые, очень творческие, прорывные. Смотрите и убедитесь сами. Смотрите и убедитесь. 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 Мне нравится его проверка. У меня время в руках две барабаны и палочки. О, Господи, как это оригинально. И металлическое ведро. Красивое надо сказать. С дырками. с дырками. Я вот пока вас слушала, не могла отделаться от ассоциации с игрой «Братья Марио». Она как-то повлияла вообще на ваше творчество? Ну вот это интересный вопрос. На самом деле, конечно же, да. То есть ретро-игры, они вообще являются, наверное, частью меня и уже достаточно плотно легли в основу моего сознания. Но это именно какая-то такая, скорее даже не сознание, это бессознательная часть меня. То есть я никогда не пробовал снимать эти мелодии или делать на них кавера. Это просто какая-то часть моего детства, которая очень важна для меня, потому что я очень много играл в эти игры. Но как-то я никогда не задумывался, что действительно это на меня влияет до тех пор, пока люди не начали мне об этом говорить. И потом я понял, что о, ничего себе. У меня примерно такая же ситуация с африканской музыкой, потому что мой любимый мультик был «Король лев». И там очень много разной африканской музыки. И просто я фанат африканской музыки. И я думаю, что это тоже оттуда же. Хорошо, у меня еще была вторая ассоциация, пока я вас слушала. Это творчество Сквер Пушера. Вы знаете его? Да, я вот слышал. Есть какие-то связи? Да-да-да, я слышал Сквер Пушера. И, в принципе, раньше я слушал очень много IDM-музыки и брейк-кор музыки. И Сквер Пушера тоже слушал. Но в основном, наверное, это были все-таки не Сквер Пушер, а Апекс Туин, Венишин Снейрс. Вот такие ребята. Но это, в принципе, одна тусовка. Ребята, вы поняли, что вам нужно послушать, если вам нравится творчество ребят. Расскажите, пожалуйста, про себя вообще. В целом. Вот каждый из вас что-нибудь расскажет про себя. Ну, меня зовут Леша. Я занимаюсь музыкой, наверное, уже с пяти лет. Да, точно с пяти лет. Уже всю свою жизнь, наверное, занимаюсь музыкой. И, соответственно, с пяти лет я музыку сочиняю. Так сложилось, что я не имею такого классического образования. Практически все, что я умею, это... Твоя заслуга? Ну, нет. Нет, просто так сложилось, что у меня были отдельные учителя, которые мне очень в жизни помогли. И у меня вот не было музыкальной школы в моей жизни. Всегда были какие-то просто отдельные личности, которые меня как-то очень формировали. И я очень благодарен судьбе за то, что так сложилось. Это здорово. Мне кажется, поэтому ты такой уникальный, да? О, спасибо. Ну, это на самом деле так, я не шучу. Прям правда, то есть очень самобытная музыка. Да, спасибо. Ну, наверное, действительно, из-за того, что у меня отсутствовали какие-то рамки в моем образовании, у меня была вообще полная абсолютно свобода. Наверное, это как-то повлияло на мой стиль музыки и на то, что я делаю в целом. Потому что у меня не было никогда никаких особых границ в том, что я должен или не должен делать. Меня никто не заставлял никогда там заниматься музыкой. Или не заниматься. Или не заниматься, да. Что тоже важно. Всегда какое-то было абсолютное пространство свободы, и, наверное, вот из-за этого и выкристаллизовалась такая вот музыка. Наверное, так. Жень, про себя. Меня зовут Женя. Я композитор. Музыкант. Музыкант. У тебя, я знаю, есть еще проект отдельный, да? Да. Он твой сольный или... Мой проект, да, SimFusion. Я думаю, сейчас лучше говорить о Zorker Talker проекте. Да не, почему? Не, у Жени очень клевый проект. Называется SimFusion. И это просто очень классная штука. Там просто... Там и скрипки, там и брас, там и гор, там все-все-все такое. Настоящее или электронное? Это же настоящее. У нас вчера концерт был. Полноценный оркестр такой. С вкраплениями электроники. Ты не шутишь сейчас, серьезно? 18 человек? Серьезно, да, конечно. Мы вас не позовем. Вас слишком много. Да, здесь мы не вместимся, конечно. Как так сложилось, что вы стали вместе играть? Ну, вот буквально, получается, три месяца назад мне написал Женя, предложил как-то нам объединить свои силы и вдвоем развивать наши проекты вместе. И это очень была классная идея, потому что мы сейчас так друг друга поддерживаем, играем в проектах друг друга. И как-то это очень классно пошло. Получается, вот Женя играет в моем проекте, я играю в Женином проекте. И вот у нас сейчас такая жизнь идет в основном вокруг этих двух проектов. Расскажите какую-нибудь самую странную ситуацию, которая у вас произошла. А, ну вот, очень хотел рассказать такую забавную ситуацию. На нашем предыдущем концерте с Жениным в SimFusion во время одной композиции микрофонная стойка вот так вот очень четко упала на ноту фа и попала прямо в тональность. И я долгое время не понимал, что вообще происходит. И только в конце композиции, когда слова композиции уже завершились, а эта нота фа, она все еще тянулась, я понял, что, наверное, что-то не так. Но это было просто эпохально абсолютно. Да, я сидел, я не видел, что это произошло, а сзади меня сидел тубист. И я подумал, что эта композиция закончилась, а тубист все еще дует в ноту фа. И я такой думаю, ну сейчас он закончит. Нет, ну это слишком большая наглость. Я поворачиваюсь, а он смотрит на меня, и мы друг на друга смотрим, и ничего понять не можем, потому что нота звучит, тубист один. Я подумал, может быть, тромбонист зашел, а потом мне сказали, что уже... Я смотрю, стойка с микрофоном лежит на клавишах и нажимает эту ноту. Это какой-то дух, в общем, к вам пришел, я думаю. Да, да, определенно. Ну, ребят, раз у нас разговор зашел в такую философскую степь, я задам наш классический вопрос. Что бы вы сказали людям и миру, если бы были духовным учителем? Я бы сказал, слушай Господа Иисуса Христа, это первое. Второе, я бы сказал, Иисуса Христа, Господа Бога, слушай. И третье, я бы сказал, слушай Иисуса Христа, Господа Бога нашего. Слушай и услышишь. Если хочешь быть счастливым, если не хочешь, хочешь испытывать плохое настроение, не говоря уже о депрессии, то можешь не слушать. Леша? Вот я, честно говоря... Такого бы не сказал бы. Я, в принципе, не могу себе представить ситуацию, где я являюсь духовным учителем, честно говоря. Но если уж я оказался бы духовным учителем, наверное... Это была определённая какая-то музыкальная фраза, мне кажется. И... Ну да, да, да. Хотя нет, вряд ли такая. Гуся так. Гуся так. Не представляю себе такой ситуации абсолютно. Хорошо, тогда давайте музыка скажет. Это за вас, за нас. О, Господи, а что я говорю? Ну да, ну в общем, давайте продолжим. Играть. Играть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Следующая композиция называется «Теория всего». «Теория всего» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Небольшое соло ртом, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, вам так же понравилась эта музыка, как и мне Не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще не Комментируйте, лайкайте, шерьте с друзьями И до новых встреч!